Вот это вот крайние дома с село Аславское, коттеджный поселок, так называемая легенда. Вот это село Новое. ВСМ-2 здесь должно проходить ровно посередине между двух этих поселков. Сергей Суховерхов в Аславском живет уже пять лет. Вместе с группой и предпринимателей он построил здесь коттеджный поселок. По проекту должно было стоять 86 домов, но на деле вышло всего 42 коттеджа. Стройку пришлось заморозить из-за грядущей высокоскоростной магистрали, которая пройдет через село. А на эти участки ведь уже провели газ, водопровод, электричество. Земля простаивает, говорит Сергей. Мужчина насчитывает убытки более чем в 60 миллионов рублей. Причем он бы и рад продать эти земли под магистраль. Но и областные, и районные чиновники держат местных жителей в неведении, когда здесь начнется стройка железной дороги. Никто не может однозначно утверждать, что начнется строительство СМ-2, и никто не может из них дать официальную бумагу, предписывающую не строить. То есть все эти бумаги идут на уровне рекомендаций. Если они официально дадут бумагу о запрете строительства, с этого момента начнется по закону счетчик о том, что через год должны быть эти земли выкуплены. Новости о грядущем строительстве магистрали в штыки приняли и коренные жители села. По их мнению, железная дорога принесет сюда много шума. Да и для детей такое соседство будет небезопасно. У нас тут же дети везде бегают. У нас за детьми смотрят, но все равно они сами себе предоставлены. Куда захотел, туда я пошел. А мало ли, вот они туда полезут играться. Там током ударит, не дай бог. Мы всем селом против. Вот туда вот, в поля пускай, там пускай идет. У народа разве сейчас что-то спрашивают, что хотят? Никто ничего не спрашивает. Надо, сделали. Ну, конечно, все против. Зачем здесь такое тихое место? Никакого лишнего запаха нет. Никакого шума нет. Спокойствие постоянно здесь. Для этого люди здесь и покупают дома, чтобы жить в спокойствии. Пускай жили на дорогу, где-нибудь в другое месте делали. Но жители коттеджного поселка уже готовы мириться с магистралью. Лишь бы сами дома не трогали, говорят люди. Мы совсем смиримся. Лишь бы только нас не снесли здесь. Остальное все, нас все устраивает. Лишь бы нас только не трогали, вот этот наш земельный участок. На днях местные жители встречались с представителями скоростной магистрали, говорит Сергей Суховерхов. Людям показали карту и объяснили, что железную дорогу в Аславском планируют пустить не как положено, в 250 метрах от населенного пункта, а в 80 метрах. Это значит, будет близко от домов, да, скорее всего. Собрание было, приезжал сюда Корнилов, это глава администрации, и ничего разумительного не объяснил. Жители высказали недовольство свое. Но в администрации поселения строительству магистрали только рады. Возможно, поэтому диалога с населением здесь не получается. Дорога нам нужна, такая, ВСМ. Это скоростное движение, которое будет сообщать наши отдаленные города и сообщение, и общение между собой. Я думаю, что сейчас пока Москва-Крым и Москва-Казань, вот такое направление. Специальные ограждения, которые людям пообещали установить рядом с железкой, шумоизоляция неважная, уверены местные. Поэтому люди просят чиновников защитить их интересы и перенести планируемый путь ЖД куда-нибудь подальше. Но в районной администрации не слышат ни людей, ни журналистов. На наш вопрос, когда в Аславском планируется строительство железной дороги, нас отправили к министру путей сообщения и бросили трубку. По сведению самих жителей села, строительство начнется не раньше 2020 года. Всего же протяженность новых ЖД путей на территории региона составит более 250 километров и займет 5,5 тысяч гектаров земли. Возможно, затронут и такие населенные пункты, как Бабаево, Новый Амутище, Леонтьево, деревню Перепечино. Странно, но почему-то сотрудники РЖД держат в секрете точную карту, где пройдет железка. Информацию дают лишь при личном общении с гражданами. Одна такая встреча уже прошла на минувшей неделе. Еще две ожидаются 13 июля и 10 августа на Владимирском железнодорожном вокзале.